Здравствуйте! В данном видео я хочу рассказать о не очень часто встречающемся реле. Это тепловое реле типа АПЛ. Производил их киевский завод реле автоматика. Сколько лет производил, не знаю. В каком году начал производить, тоже, к сожалению, не знаю. До 1965 года завод реле автоматики выпускал несколько типов реле АПЛ, отличающихся друг от друга номинальным током. АПЛ-7, АПЛ-8, АПЛ-9, АПЛ-10. После 1965 года выпускался токотип АПЛ-8. Цифра после названия реле означает номинальный ток. Тепловой реле АПЛ не имеет отдельного нагревательного элемента. Реагирующим элементом реле является плоская биметаллическая пластина, которая при помощи двух винтов закреплена на двух контактных стойках. Стойки, в свою очередь, закреплены в основании реле при помощи латунных заклепок. В центре основания реле АПЛ имеется колонка, шпилька с резьбой по всей длине. Она проходит через отверстие внутри биметаллической пластины. На колонке выше биметаллической пластины накручены две гайки, служащие для регулировки тока срабатывания реле. Биметаллическая пластина имеет выступ, зацепленный за возвратную пружину. Возвратная пружина вторым концом закреплена на тонкую металлическую пластину, которая при помощи латунных заклепок сцеплена с изоляционной колодкой, на которой размещен контактный мостик. Второй конец биметаллической пластины вставлен в паз штампованные плоскометаллические детали, которые выполнены из более толстого металла. Одна сторона детали изогнута на 90 градусов и при помощи двух заклепок крепится к основанию. Вторая сторона детали изогнута таким образом, что образует упор, ограничивающий движение изоляционной колодки с подвижным контактным мостиком. Все элементы реле АПЛ закреплены на основании из пресс-материала и сверх закрыты кожухом, также выполнены из пресс-материала. Кожух удерживается на основании за счет колонки, шпильки и одной гайки. На кожухе укреплен шильдик. На нем нанесен товарный знак, логотип производителя, тип реле, номинальный ток и год изготовления. Контактная система реле АПЛ состоит из одного нормально замкнутого контакта. Материал контакта в серебро. На шасси аппаратура реле АПЛ крепится при помощи двух винтов через специальные отверстия, имеющиеся в основании. Реле выглядит вот таким образом. Это верхний кожух. Основание. Шильдик. Вот этой гайкой крепится кожух. Вот так оно выглядит внутри. Вот это биметаллическая пластина. Возвратная пружина. Вот это контакты. Вот этими двумя гайками регулируется ток срабатывания. Сюда присоединяется внешняя цепь. Работает реле следующим образом. При прохождении рабочего тока через главную цепь. Вот это главная цепь. Металлическая пластина вот эта вот нагревается и стремится изогнуться вниз. Ну, как я уже показывал. Она нагревается и вот так вниз идет. Оп. Ее движение препятствует вот эта возвратная пружина. Когда в цепи ток превышает номинальный на 1,05 и 1,2 раза, температура биметаллической пластины увеличивается и развиваемые ей усилия превосходят усилие возвратной пружины. После этого биметаллическая пластина скачкообразно перебрасывает вниз, а противоположный конец возвратной пружины поднимается вверх и размыкает нормально замкнутые контакты, которые отключают ток, проходящий через него. Ну вот, собственно. Оп. Оп. Контакт разомкнут. Видно? Вот цепь. При остывании, естественно, пластина изгибается в обратном направлении, и возвратная пружина возвращает нормально замкнутый контакт в свое положение. Контакт вот на этой изоляционной колодке закреплен. Вот, собственно, больше нечего рассказать про это реле. В своей практике я с ними не встречался, попалась на каком-то аукционе, и я его сразу приобрел. Как обычно, более подробную информацию о реле можете посмотреть на моем сайте. Там есть подробные фотографии и описания. Всего хорошего.